Здравствуйте! Для тех, кто впервые к нам присоединился, меня зовут Михайловская Анна Павловна. Я являюсь профессором кафедры химических технологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. На лекциях я рассказываю о химии жизни. И сегодня мы начнем разбираться, из чего же состоит одежда. Ведь это очень важно знать. Поскольку обновляя свой гардероб, мы хотим купить не только красивую и модную вещь, но еще и комфортную, гипоаллергенную и износостойкую. Мне бы очень хотелось, чтобы вы легким прикосновением пальцев, например, габлузки, сразу могли определить химический состав ткани. И сделать вывод, как вы будете себя чувствовать в ней в жару и холод, будет ли она мяться при носке и не полиняет ли после первой стирки. Если пока не получается это определить в одно касание, всегда можно прочитать этикетку. Итак, все ткани и трикотажные изделия состоят из волокон. Волокна могут быть натуральными, растительного и животного происхождения и химическими. В зависимости от исходного сырья, химические волокна бывают искусственными и синтетическими. И давайте сразу разберемся, чтобы продавец-консультант не мог вас запутать, например, называя вискозным шелк природным материалом. Ну, действительно, на первый взгляд кажется, что это так, потому что все мы знаем, что шелк производит особый вид бабочек, а вискоза состоит из целлюлозы. Но вискоза не является натуральным материалом. Натуральное волокно производят из природного сырья с помощью только механических операций, то есть без химических реакций. А искусственное волокно получают из природного сырья, но уже путем химических реакций. Так вискозу получают из древесной целлюлозы, проведя ряд химических реакций. Синтетические же волокна – это продукты нефтепереработки. Это самый многочисленный класс волокон. Лидером по изобретению синтетических волокон является компания «Дюпонт». Именно химикам компании «Дюпонт» мы обязаны появлению нейлона. В поисках рецепта искусственного шелка ученые никак не могли перевести жидкий полимер в твердое состояние. Пока один из них не макнул стеклянную палочку в расплавленный полимер и не вытянул нить, которая застыла на воздухе. К нему присоединились коллеги, стараясь вытянуть самую длинную нить. А сегодня мы этот процесс называем формованием нити. И для этого используем специальные формы с отверстиями, которые называются фильерами. Сырье для формования синтетических волокон очень разнообразно и порой даже неожиданно. Представьте себе, что акрил, который часто называют синтетической шерстью, и я уверена, в своем гардеробе вы найдете не одну вещь из акрила. Так вот этот самый акрил производят из взрывоопасного газа ацетилен, он еще используется для сварки, и синильной кислоты, ядовитой жидкостью с неприятным запахом. Ее соли называют цианидами. Но синтетические волокна заслуживают отдельного рассказа. А сегодня наша лекция посвящена натуральным волокнам животного происхождения. Обычно из этого класса называют шерсть и шелк. Шерсть никогда не потеряет свою актуальность, поскольку используется в производстве теплой одежды. Получают ее из волосяного покрова животных, и изучая этикетки на шерстяной одежде, вы можете встретить такие термины, как меринос, кашемир, альпака, махер. Что же они означают? Они указывают о животном, которое постригли и вычислили для производства волокна. Меринос – это овцы Австралии и Новой Зеландии. Одна овца дает до 18 килограммов шерсти в год. Кашемир – это шерсть козы, обитаемой в Индии, Китае, Монголии и Пакистане. Для производства одной шали требуется пух трех-четырех козочек. Альпака – это лама Южной Америки. А ангора – тонкая, мягкая шерсть кроликов. Очень теплую шерсть дают овцы-бык и верблюд. Основой шерстяного волокна является фибриллярный белок кератин с высоким содержанием аминокислот глицид и аланин. Между аминогруппами и карбоксильными группами образуются водородные связи. Кератин также содержит в большом количестве десульфидные связи, которые образуются при участии теросодержащей аминокислоты тестеин. Шерстяное волокно состоит из трех слоев – чешуйчатого, коркового и сердцевинного. Свойства волокна, такие как прочность, упругость, мягкость, определяют корковый слой. А сердцевидный слой ухудшает свойства волокна. Поэтому чем он меньше, тем лучше. Самые тонкие волокна без сердцевидного слоя называют пухом. Мертвый волос, покрыт крупными чешуйчатыми пластинками, имеет узкое кольцо коркового слоя и очень большую сердцевину. Такое волокно жесткое, ломкое и плохо окрашивается. В зависимости от вида волокон, используемых для производства, шерстяная ткань может быть тонкой, полутонкой, полугрубой и грубой. Чтобы получить шерстяную ткань, волокно проходит ряд операций. Сначала руно подвергают обработке, в которую входит сортировка, трепание, промывание и сушка. В результате получают шерсть сырец. Из него изготавливают пряжу, а из пряжи ткань. Студенты иногда спрашивают, а волосы человека, из них можно сделать шерстяную ткань? А почему нет? В настоящее время ученые исследуют волосы человека, сравнивая их с волосами других животных. Как и волосы лошади, кабана и медведя, волосы человека показали высокие механические характеристики, сопоставимые с шерстью. Более того, оказалось, что волосы человека в разы прочнее волос слона и жирафа. Еще одним натуральным волокном животного происхождения является шелк. Крупнейший производитель шелка – это Китай. Шелк – это волокна, кокона, тултового шелкопряда, которые состоят на 70% из фиброины и на 25% из серицина. Если под микроскопом рассматривать шелковое волокно, то заметно две параллельно идущие нити фиброина с налетами серицина. Тонина шелковой нити составляет 32 микрон, а длина может быть больше полутора километров. Чтобы получить шелковую нить, нужно просто размотать кокон. Для этого коконы морят, обрабатывая их в гигантской печи перегретым водяным паром. Температура составляет 110 градусов Цельсия. Затем температуру постепенно снижают примерно 10 градусов каждый час, чтобы шелковые нити равномерно просохли и не портились при хранении. Затем коконы замачивают, чтобы размягчить серицин, и начинают размотку. Размотку делают на специальных станках, при этом коконы находятся в емкости с водой при температуре 40-50 градусов Цельсия. Нить одного кокона очень тонкая, поэтому сразу вместе сматывают нитью 10 и более коконов. К сожалению, размотать коконы удается всего лишь на треть, а все остальное – это отходы. Тонны отходов в виде ценного биополимера. Научная группа Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна занимается проблемой утилизации отходов шелка. Для этого отходы шелка обрабатываются специальным химическим составом. На чесальном агрегате из них формируется равномерный холст. Затем этот холст скрепляется на иглопробивной машине и в результате получается прочный, воздухопроницаемый и высокопористый материал. В пористой структуре этого материала формируются наночастицы серебра и медиа. На поверхности такого материала в течение 24 часов погибают все нанесенные грибки, бактерии и вирусы. Шелк и шерсть – основные белковые текстильные волокна. Но мы знаем, что белок содержится и во многих растениях. Например, бобовые богаты белком. Поэтому, конечно, человек пытается получать искусственные белковые волокна. Ученые многих стран получили белковые волокна на основе казеина молока. В Англии получили волокно на основе белка земляного ореха. А в США – из белка соевых бобов и кукурузных зерен. Общая схема получения искусственных белковых волокон включает в себя растворение белка в слабом растворе щелочи при комнатной температуре и формование нити в осадительную ванну, содержащую серную кислоту и сульфаты. В ряде стран, таких как США, Великобритания, Япония, Израиль, параллельно идут исследования по созданию синтетических белковых волокон, имитирующих структуру паутин. Их называют синтетическим паучьим шелком, ведь паутина имеет уникальные физико-механические свойства. Внимательно изучив структуру и состав паутины, ученым удалось получить полимерные белковые нановолокна толщиной около 100 нанометров. Области применения паучьего шелка разнообразны от хирургических нитей до высокопрочных невесомых бронежилетов. Нанотехнологии развиваются очень стремительно. Итак, пару лет назад в Японии свет увидела коллекцию курток из синтетического паучьего шелка. Волокно синтезировали генетически модифицированные бактерии. Продажа первой куртки состоялась 12 декабря 2019 года. И цена ее составила 1400 долларов. Но далеко не только паучий шелк достойна внимания ученых как источник вдохновения для получения сверхпрочных и сверхлегких материалов. Как я уже рассказывала, и волосы человека способны удивлять своей прочностью. Поэтому еще много открытий предстоит сделать химикам. Как сказал лауреат Нобелевской двух Нобелевских премий Лайнус Полинг, химики – это те, кто на самом деле понимает мир. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok